Вебинар, посвященный созданию интернет-магазина, созданию управлению интернет-магазином бытовой техники. Вебинар у нас, скажем так, комплексный и уже третий в серии. Сегодня мы его проводим совместно с нашим золотым партнером компанией Крайт в лице руководителя Александра Зайцева. Соответственно, вебинар у нас будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу про инструменты, которые есть в Битриксе для работы с программами лояльности и различными скидками и акциями на вашем интернет-магазине. Но Александр более предметом уже расскажет по тематике именно интернет-магазин в бытовой технике и электронике, что ищут, как покупают и какие инструменты нужно использовать. Ну и я еще расскажу, конечно же, про интеграцию с Яндекс.Директом и с Яндекс.Маркетом. Соответственно, вебинар у нас, я думаю, не больше, чем на два часа. На запись вебинар поставил, поэтому если вдруг понадобится отлучиться, не сможете до конца рассидеть или еще что-то, какие-то проблемы, может быть, с интернетом будут. Вот. Запись, надеюсь, что хорошо все сконвертируется. Запись будет, и мы ее выложим на нашем же сайте, собственно говоря, там же, где вы читали про анонс сегодняшнего вебинара. Ну, давайте, наверное, начнем. Уже как раз 11 по Москве. Хотелось бы на всякий случай у вас уточнить, видите ли вы мой экран, слышите ли вы меня, все, что я вам сейчас говорил. У вас вот есть поле, там разделочка называется «Questions», «Вопросы». Вот, туда можно писать, задавать. Да, вижу, сразу посыпались плюсики от вас. Спасибо, да, все слышно, видно. У себя, в принципе, вроде по максимуму настроил. Интернет, думаю, не подведет. Ну, если будут еще по ходу у вас возникать какие-то вопросы, вот, собственно говоря, прямо сюда и пишите. Я буду стараться сделать паузы и отвечать, там, что-то, может быть, непонятно будет, буду показывать. Вот, у нас, ну, еще раз повторюсь, это вебинар уже третий в серии. У нас там было еще до этого два уже прошло. Вот, поэтому мы в каждом из вебинаров рассматриваем какие-то определенные направления, определенные аспекты работы с интернет-магазином. Поэтому я вот сегодня буду рассказывать именно про рекламу на сайте и про рекламу, про интеграцию с внешними рекламными площадками. Да, то есть, если у вас там вопросы по интеграции с 1С, я, к сожалению, на сегодняшнем вебинаре не смогу его осветить. Поэтому нужно будет записаться, либо скачать уже прошедший вебинар по этой тематике и посмотреть его отдельно. Вот, надеюсь на ваше понимание. Ну, и давайте начнем. Ну, буквально у меня тут пару слайдов про то, как корабли браздят космос. Маркетинг. Маркетинг – это важная составляющая любого бизнеса, ну, и в частности, любого интернет-бизнеса и интернет-магазина. Когда на начальных этапах вы наполнили ваш каталог товарами, вы завели всякие платежные системы, службы доставки, то есть, какую-то логистику отстроили, готовы теперь продавать. И запускаете рекламу, да, уже на внешних каких-то площадках. Далее стоит задача, работая с теми покупателями, которые пришли к вам на сайт. Из Яндекса, из Гугла, напрямую из Яндекс.Маркета или еще откуда-то. Люди пришли, и теперь их нужно заинтересовать. Мы очень с вами любим различные скидки, акции, когда можно купить, заплатить немного, а получить больше. Когда можно включиться в какую-нибудь программу лояльности и получать какие-нибудь бонусы за последующие покупки, за привлечение своих друзей и так далее и тому подобное. Это все, собственно говоря, и есть маркетинг в интернет-магазине, когда вы активно работаете с вашими покупателями и предлагаете им интересные условия. Много различных инструментов есть и у нас, в том числе в Битриксе, есть у нас еще много различных инструментов от наших партнеров, разработанных нашими партнерами, размещенных в маркетплейсе. Там всякие скидки за отзывы в Яндекс.Маркете, скидки за лайки и расшаривания в всяких соцсетях. У нас есть e-mail маркетинг, который тоже позволяет делать рассылки с определенными условиями, с определенными действиями для клиентов, которые необходимо будет выполнить и получить скидку или бонус. Можно подключать различные онлайн-консультации и прочее, прочее, прочее. То есть каким-то образом, инструментов огромное количество, каждый выбирает по своим возможностям, по своим желаниям. Инструменты для того, чтобы, собственно говоря, оставить клиента на вашем сайте и сделать его не только не просто клиентом, но и потенциальным, постоянным клиентом, чтобы покупал у вас как можно чаще и еще и друзей своих привозил. На это работает очень хорошо система скидок, программа лояльности и маркетинговых предложений. Я поставил себе на ноутбуке виртуальную машину с демонстрационным интернет-магазином. И, соответственно, хотелось бы вам показать, как все это работает. Самому магазину я уже ходить не буду. Я надеюсь, что вы его достаточно хорошо уже изучили на наших предыдущих вебинарах. Я же перейду непосредственно к вопросу, связанному с маркетингом. Есть в админке сайта на Битриксе раздел «Маркетинг», и в нем есть раздел «Товарный маркетинг». Это все, что связано со скидками, программами лояльности, которые могут быть настроены для интернет-магазина. По сути, там есть три направления. Первое направление – это скидка на товар. Когда у вас есть каталог, и вы хотите, к примеру, на какую-то его часть, на какой-то определенный тип товаров или на какие-то товары с определенными свойствами дать скидку. Ну, как, к примеру, здесь вот скидка на нижнее белье. У нас есть скидка 10%. Это когда покупатель заходит к вам на сайт, и сразу же вы ему показываете, даже не заставляя его авторизовываться, сразу показываете, что вот на этот товар у вас сезонная или какая-то еще дополнительная скидка идет, 10-15%. И человек сразу это видит и, собственно говоря, кладет товар уже в корзину с этой скидкой. В корзине она уже учитывается и, собственно говоря, покупает за указанную здесь цену. Второй вариант – это вариант правила работы с корзиной. Когда по умолчанию, грубо говоря, все товары стоят одинаково, но если вы выполните какое-то определенное условие в корзине, клиент выполнит, допустим, выберет ту или иную службу доставки или оплаты, или наберет определенное количество товаров в корзину, и в этом случае вы ему предоставите определенную скидку. То есть требуется здесь определенное действие, ну и, грубо говоря, чтобы совпали определенные условия. Эти условия вы настраиваете здесь. И есть еще третий вариант – это вариант накопительных скидок. Когда вы клиенту говорите «покупай у меня, покупай у меня чаще, и с каждой последующей покупкой цена для тебя будет ниже». Там тоже есть различные условия. Ну, давайте по ходу, как раз по очереди, как я рассказал, и посмотрим, как это все работает. Начнем со скидок на товар. Вот здесь стандартно, она заведена по умолчанию, скидка, допустим, на нижнее белье. Как это все работает. Заведена скидка, если у вас несколько интернет-магазинов, вы можете выбрать, для какого конкретно будет она применяться. Вы всегда можете настроить тип скидки в процентах или, допустим, будет фиксированная сумма, например, 500 рублей на все скидываете. Или там указываете уже конкретно цену на товар. Валюта и, соответственно, величина. То есть меняем, к примеру, на 15%. И автоматом у нас цена меняется. Было 10, стало 15. Ну и дальше. Здесь также в этой скидке, собственно говоря, условия, которые вам необходимы. Раздел равно нижнее белье. Здесь все достаточно просто. К примеру, вы хотите сделать скидку не на нижнее белье, а давайте какую-нибудь другую еще посложнее настроим. Что-нибудь такое здесь особо не буду. Заморачиваться. 50%. Задаем условия. Разные варианты. Все условия или любое из условий. То есть как тоже хотите. Так или так. Можно выбрать, выполнено или не выполнено. То есть можно что-то, наоборот, исключить. То есть если вот это условие не выполнено, то скидку даем. Очень часто, если говорить про интернет-магазин той же одежды, там бывает завязано на размер. Акция прошла, акция сезонная распродажа, допустим, лето. Остались там какие-нибудь шлепки 46-го размера, не самый ходовой размер. Нужно как бы их распродать. Ну, в бытовой технике часто еще, ну, раньше, по крайней мере, так было. Я помню, многие производители еще цену в зависимости от, ну, даже не производители, а многие интернет-магазины там продавали какие-нибудь телефоны в зависимости, цена зависела от цвета. То есть, например, в черный это был самый дорогой, а если какой-нибудь там бирюзовый, я не знаю, какой-нибудь не очень ходовой, то там, соответственно, была скидка. Здесь тут вот это вот как раз можно настроить путем не просто редактирования товаров, а путем добавления определенных условий. Задаем условие, говорим, что, ну, выбираем. Можно выбрать количество товаров на складе. Да, если, например, хотите распродать свой склад, можно свойства, к примеру, размер, ну, давайте размер обуви. Сейчас будет пример по одежде, да, то есть по одежде обуви, потому что у нас просто демо-магазин, он без электронной бытовой техники. Ну, тут понятное дело, что можно, свойства могут быть абсолютно любые, то есть вы можете это точно так же перенести на интернет-магазин бытовой техники или любую другую тематику. И говорим, что вот размер обуви, одежда, каталог одежды, допустим, равно 40. Давайте-ка я посмотрю, какая у меня тут обувь. Есть ли у меня тут вообще 40 размер. Тут 40 размер-то и нет. Ну, допустим, 39. И даем сразу же скидку 50%. Вот, как видите, да, то есть если у меня в карточке товара выбран 35 размер, цена, там, 1200. Как только я выбираю размер обуви 39, тут же применяется соответствующая скидка. Но другие она не применяется. То есть точно так же и можно сделать в любом другом товаре, выбрать какое-то определенное свойство и говорить, что вот товар, например, вот с выбранным этим свойством, он будет стоить там дешевле, потому что у нас идет сейчас скидка, там, такая-то распродажа. Это может быть другое условие. Не связанное со свойством, а, к примеру, ну, то, что я говорил, количество товара на складе. Вот у вас лежат там коробки, и нужно быстренько все это распродать. Вы можете указать, что все товары, которые на складе больше, там, либо равно 50, распродаете со скидкой 50%. До тех пор, пока все это не распродастся, будет скидка. Как только вот осталось у вас там 50, все, скидка автоматом переключается, автоматом снимается. Ну, и, соответственно, клиент. Суть в том, что клиент это видит непосредственно в вашем каталоге, да, ему не нужно каких-то действий там делать, он просто зашел, посмотрел, сразу же увидел. То есть, если ему это интересно, он покупает. Можно выбрать какую-то категорию, там, как вот у меня было до этого выбрано, там, нижнее белье, можно также выбрать любую другую, тоже на нее сделать какую-то скидку отдельную. Можно, там, не знаю, скинуть при условии, что там максимальная цена, там, или минимальная цена на все, что там дороже, грубо говоря, там, тысячи рублей, сделать скидку тоже. Ну, например, хотите, там, сделать, там, месяц каких-нибудь специальных распродаж, там, чтобы все, там, что было, там, дороже тысячи рублей, стоило, там, грубо говоря, с 50% скидкой. И так далее, и тому подобное. Можно выбрать производителя. То есть, если у вас идет сейчас распродажа, или, например, хотите, ну, отказаться от какого-то бренда, от какой-то компании, с которой мы работали, и распродать быстренько все, что там на складе завалялось, также выбираете производителя, ставите по нему скидку, распродаете, больше с ним, там, допустим, не работаете. Бренд, производитель, материал, цвет, то есть, там, практически любые свойства, которые есть у вас, у вашего товара. Ну, здесь обратите внимание на те свойства, которые у меня по умолчанию забиты для одежды. То есть, если у вас речь идет про, там, про бытовую технику, ну, про любую другую тематику, соответственно, у вас будут свои свойства, вы также можете их здесь в этих условиях непосредственно выбирать. Вот. Есть определенные ограничения, которые вы также можете настроить. К примеру, ограничения по пользователям. Допустим, если вы на своем интернет-магазине работаете не только там с клиентами, которые сошли, купили, да, розницы, ну, допустим, у вас есть оптовые покупатели, которые, там, заходят и покупают по своим, там, другим ценам, вы можете, к примеру, ограничить, кто может покупать, кто не может покупать, и делать для разных групп пользователей разные типы скидок, разные типы распродаж. Так, вот как раз вот вопросы пошли. А есть ли условия, сложные условия надо сделать? Обувь плюс размер плюс количество на складе. Отличный вопрос. Это все как раз-таки в условиях и делается. То есть здесь вот кнопочка есть добавить условия, и выговорить. То есть вы говорите изначально, чтобы все условия были выполнены. И добавляете условия. Одно условие, второе условие, ну, тендер, третье условие. Вот, у вас здесь и-и. Если хотите, чтобы или это, или это, кликайте сюда. И вот уже меняется на любое из условий. Меняете, ну, очень все гибко. Практически под любые задачи. Вот можно вот тем или иным образом настроить сложную какую-то акцию. Вот, можно ограничить. И в целом вы даже можете еще и ограничить это купонами. К примеру, если вы не хотите всем вообще давать. Очень часто тоже на западных интернет-магазинах часто встречают. Они делают рассылку и присылают купоны. Говорят, что вот, ну, примени этот купон, допустим, в корзине. Да, и у тебя этот товар будет со скидкой, с определенной. Ну, то есть, грубо говоря, тем, кто там, ну, непостоянным покупателем. Цена там 100 рублей, да. Постоянным покупателем вы там делаете скидку на товар. На какую-нибудь там тоже распродажу 20%. Рассылайте им купон. Здесь можно добавить, настроить эти купоны. Какие они будут там одноразовые. Многоразовый купон на один заказ или на одну позицию. Ну, соответственно, там рассылаете эти купоны по электронной почте всем своим клиентам. Они заходят, выбирают товар, кладут его в корзину. В корзине вводят купон, там есть соответствующее поле. Ну, и, соответственно, получают ту или иную скидку. И, собственно говоря, начинаете продавать. На вашем сайте эта скидка будет включена. Ну, как только нажимаем кнопочку «Сохранить». Вопрос был про учет о количестве ведется в 1С. Как система поймет, что осталось меньше штук? Хороший вопрос. У нас есть интеграция с 1С. В части управления складом. То есть, если вы подключаете, у вас как бы складской учет ведется в 1С, вы подключаете интеграцию. Ну, если речь идет, конечно же, про восьмерку 1С. Подключаете интеграцию, и система в режим реального времени видит, ваш интернет-магазин в режим реального времени видит, какое реальное количество сейчас в наличии есть на вашем складе. И эта информация выводится и клиенту в карточке товара при необходимости, ну и плюс здесь также будет по этому вестись учет. Как только у вас в 1С стало 50 товаров на складе, скидка автоматом отключается. Эмиль спрашивает про возможности добавления подарка при покупке определенного товара. В самое ближайшее время появится у нас еще и подарок. Вот пока его еще нет, но, насколько я знаю, разработчики обещали до конца года, у нас будет новое обновление, и там появятся, собственно говоря, подарки при определенных покупках, при определенных условиях, которым необходимо будет выполнить клиент. Идем дальше. Второй вариант – это правило работы с корзиной. Это когда вы предлагаете клиенту сделать определенное действие в корзине на этапе оформления заказа. И тогда он получит скидку. Ну, вообще, вариант даже есть, наоборот, не скидку, а дороже получится. К примеру, вот, из личного опыта, в суши заказываешь, да, там есть какой-нибудь минимальный заказ на 1000 рублей. В корзине часто вводится предложение, ну, грубо говоря, купи на 2000 рублей, и там получишь еще какой-нибудь там набор, сет, или, не знаю, там скидку там 10% в подарок, да, то есть, ну, грубо говоря, там на 2000 купишь, а, точнее, 2000 рублей заплатишь, а привезут тебе как будто там на 2200 заказал. Ну, такие какие-то различные варианты есть. Или, там, купи, добавь еще одну позицию. Ну, тоже там, вот, часто бывает в офлайнах даже магазинах такие вот акции. Одну, положи, там, купи две вещи, да, там, по цене, там, купи три вещи по цене, там, двух, там, получишь, там, 30% в скидку или, там, 50% в скидку и так далее. То есть, когда вы в корзине на этапе оформления предлагаете клиенту, ну, еще, еще немножечко, немножечко постараться и получить дополнительную скидку. Как это работает? Ну, давайте посмотрим. Период, можно интервал какой-нибудь задать, давайте без ограничений. Действия и условия. Какие действия на сегодня возможны в корзине? Это изменение стоимости доставки. То есть, когда вы говорите, закажи, там, на 10 тысяч рублей, и доставка у тебя будет, в этом случае, бесплатная. Тоже, это один из, наверное, самых частых сценариев. И второй вариант – изменить стоимость самих товаров в корзине. То, что я говорил, там, купи три, да, заплатишь, как за две. Какие здесь есть варианты? Ну, давайте, допустим, начнем с изменения стоимости товаров. Вы можете сказать, что применим, мы, там, сделаем что-то, мы, там, дадим тебе скидку 10% к товарам, удовлетворяющим всем условиям. Ну, и, собственно говоря, дальше добавляйте условия, которые необходимо сделать клиенту в его корзине. Здесь еще обратите внимание, что можно сделать не только скидку, но и, наоборот, на оценку. Часто встречается, когда выбираешь, допустим, ту же бытовую технику для своего, там, офиса. И, ну, в большинстве случаев тебе нужно оплатить эту бытовую технику безналом. И, как показывает практика, когда выбираешь безнал, цена увеличивается, там, на те же, там, 10%. Вот, это, собственно говоря, можно непосредственно здесь сделать. То есть, вы говорите, применить на оценку 10% при условии... Ой. При условии... Так, сейчас. Где у нас? Вот, при условии платежной системы. Ну, и, собственно говоря, выбираете, что там за платежная система. Там, Яндекс.Деньги, или, там, допустим... Ну, у меня здесь, наверное, безнал не настроен. Ну, допустим, выбираете, там, при оплате банковским переводом. То есть, если я выбираю, у меня сразу же цена меняется. То есть, мне там добавляется 10% наценка. Вот. Можно другой вариант. Допустим, скидку. Ой. Ну, и тоже здесь выбрать. Ну, или условия, которые есть такие же, как вот... Здесь в скидке на товар. Или здесь выбираете дополнительные условия. Допустим, количество позиций. Равно... Или... Больше, либо равно... Трем. Вот. Ну, и, соответственно, если я положу в корзину... Больше трех товаров, даже больше двух, то должна применить соответствующая скидка 10%. Ну, давайте выберем розовый рай. Сейчас. Позиции, да. Здесь вот тонкая грань. Позиции – это когда разных товаров. А здесь всегда путаю. Да. Есть вот разница. Как я могу запомнить? Когда вы предлагаете купить разные, три разных товара. То есть, три должно быть абсолютно разных товара. Либо три штуки одного и того же товара. Это разные условия. Одно называется количество товаров, а другое – количество товаров в корзине. Вот. Поэтому здесь тоже играйте, смотрите, проверяйте. Чтобы вот так же не ошибиться, как я это делаю. Вот. Соответственно, три добавил. Десятипроцентная скидка применилась. Вот. Можно менять условия. Допустим, делать стоимость. Название даже. Цена товара. Стоимость позиции. Можно даже на вес товара делать, допустим, скидку или на оценку. Ну, то есть, если видите, там, больше 20 килограмм, то хоп-хоп, там, не знаю, меняете стоимость доставки. К примеру, там, выше она у вас будет, потому что там нужно будет ехать уже не на метро, допустим, там, не на машине, а там какой-нибудь грузовой газели. Цена товара, стоимость позиции. Ну, вот точно так же. Да, можно добавить больше, давайте, больше, ой, двух тысяч рублей. Так. 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 да все правильно так скидки нету больше двух тысяч рублей есть а если допустим и 20 и 2 тысяч на пяти тысяч также теперь мне нужно давайте сбросим не применилось 3 убираем 45 тысяч рублей вот появилась наша с вами скидка забыл нажать кнопочку применить вот ну и то же самое можно как говорил там делать скидку делать надбавку и так далее это все мы с вами уже производим непосредственно в корзине можно допустим переиграем сделаем про стоимость доставки скидку допустим 100 процентов при условии что стоимость равно больше либо равна 5000 здесь соответственно скидки нету идем в оформление и у меня тут какая-то что-то я не так сломал значит вчера когда делал прекрасно так до корзины к сожалению не получится у меня дойти надо будет смотреть у меня вчера было обновление виртуальной машины и видимо вот это я сценарий до конца не протестировал так значит с оформлением заказа не получится показать ну грубо говоря на пальцах расскажу что дальше возможно там туда будет вариант с выбором доставки и соответственно вы эту доставку в общем итоге не будете высчитывать то есть там будет написано что стоимость доставки равно 0 рублей потому что скидка была применена соответственно сто процентов ну и так вот дальше она у вас и будет считаться здесь также есть ограничения и также есть возможность добавить купоны когда клиент в корзине допустим когда просто он добавил что-то сделал скидка не применилась вы если там купон отраслали в письме должно будете разослать еще и соответствующий сценарий там правило как нужно там как нужно правильно получить эту скидку чтобы ввести этот купон здесь он человек вводит этот купон нажимает там нажимает автоматически применяется кнопка применяется скидка но и дальше уже переходит на оформление заказа к сожалению этом сейчас возникла ошибка вот смогу показать так вопросы здесь игорь спрашивает в админке нет раздела маркетинг это связано с тем что конфигурация не предполагает в малом бизнесе или с тем что у меня старая версия в данном случае вас старая версия потому что раньше вот этот раздел он у вас есть на самом деле вы не переживайте у вас скидка даже в вашем вашей версии 14.5 есть она работает в принципе точно так же как и я показывал только она у вас спрятана в разделе магазин и здесь по-моему вот как-то называлась скидки по моему скидки или настройки вылетел с главы но это в разделе магазин ищите она вот здесь было в разделу маркетинг вообще в принципе подраздел маркетинг он появился с версии 15.0 да и там и выше и сюда мы же собственно перетащили в том числе раздел торговый маркетинг вот а так это все в разделе малый бизнес том числе есть торговые предложения разные товары спрашивает роман это свойства у по сути одного товара одежда да с разными свойствами там размером цветом шины может быть там автомобильный айфон вы можете загрузить как один товар но зависит от цвета и размер памяти да у вас все это в одной карточке будет ну это можно это по сути как и разные товары то есть это могут быть абсолютно разные артикулы но они все отображаются в одной карточке и клиент просто выбирает грубо говоря свойства из зависимости от этих свойств меняется цена торгового предложения есть точно также в 1с то есть в зависимости от как это вас в 1с заведено да если там ведете учет также это может все выгрузиться и на сайт так а есть такое в карточке товара отображается мотивация если купить на сумму 500 рублей доставка бесплатно тем самым мотивирую поднять средний чек ну вообще это как бы и нужно делать в корзине просто пишите там сверху добавлять этот текст по той или иной акции и там расписывать что необходимо сделать пока вы это не напишите клиенту в корзине это можно в правилах там не знаю на баннере написать там специальная акция если вы этого не укажете клиенту я думаю он там сам не догадается как отобразить эту мотивацию это уже вопрос выбора непосредственно вашего то есть это может быть баннер это может быть текст просто в корзине ликонь баннер в той же корзине это все без проблем можно добавить так и идем к следующему этапу это накопительные скидки так называемая программа лояльности сейчас буквально секундочку это программа лояльности то что я говорил когда вы предлагаете клиентов покупать чаще и с каждой последующей покупкой будет там больше больше причем здесь есть разные варианты у этих накопительных программ и я их отобил оба этих варианта скажем так встречал первый вариант это если знаете там весь такой магазин летуаль там вот всякие духи продаются так далее косметика вот у них есть программа лояльности карточки они удают то есть это у них раз покупил они возьмем на 10 тысяч рублей они тебе дают скидку но он дает скидку дают карточку грештом вот последовательно следующую покупку грубо так они бронзова карточка следующая покупка пять процентов ты значит покупаешь свои следующие покупки 3 с 5 процентной скидкой потом какой то момент и набираешь допустим там на общую сумму там купил ты на двадцать пять тысяч рублей они тебе дают следующую карточку там серебряную говорят что теперь у тебя там будет 10-ти процентной скидкой также там покупаешь там даешь что карточку друзьям все то покупаете духи эти косметику накупил там на 50 тысяч рублей. Тебе дают какую-нибудь там золотую. Говорят, что вот у тебя 20% скидка. И так далее. Ну, то есть, грубо говоря, тебе там выгоднее купить в Литуале, чем в другом магазине, потому что у тебя здесь есть скидка. И ты можешь еще делиться с своим друзьями этой карточкой, чтобы они как можно больше покупали, потому что у тебя будет больше, 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 больше скидка. Это первый вариант накопительной программы, которую вы можете реализовать без проблем в рамках товарного маркетинга в админке прям вашего магазина. Задаете название, соответственно, выбираете сайт, на котором это будет работать, все стандартно, и дальше указываете. Период для расчета скидок. В Литуале, насколько я знаю, нет какого-то ограничения, то есть там и можешь в течение года покупать, можешь в течение пяти лет, то есть у них какая-то сумма копится, и как только ты ее накопишь, тебе надают скидку. Выбираем здесь за все время. И, в принципе, насколько я тоже, если я не ошибаюсь, насколько я знаю, у них скидка тоже действует бессрочно. То есть вот ты накупил на 20 тысяч рублей, дали тебе там серебряную карту, вот ты с этой серебряной карты переходишь. Ну, пока там они не поменяют эти условия. И, допустим, у тебя скидка 10%. Должен купить на, допустим, 10 тысяч рублей, и величина скидки у тебя 10, давайте там 25%. Действует это для всех. Так, бессрочно, за все время 25%. У меня сейчас посмотрим все мои заказы. Переведу в статус «Выполнен». Так. Вот еще на 7 тысяч. Выполнен. Да, все хорошо. Вот. Теперь я перехожу в корзину, обновляю, и у меня, соответственно, включается 25% скидка. Она уж там не зависит от вот этого. Они могут суммироваться. То есть, если у меня, к примеру, здесь еще есть скидка на сумму, на количество, на самом товарище 10% скидка, они все будут суммироваться, и вы общей величиной этой скидки, они будут там по очереди рассчитываться, общую величину скидки вы также здесь увидите. То есть, зашел я, купил, и вот у меня теперь на 25%. Допустим, если бы я купил на 20 тысяч, то у меня была бы скидка 40%. Допустим. Сейчас посмотрим. Нет у меня еще такой скидки. Поменяем еще заказы. Выполним. Надеюсь, набрал. Нет, не набрал еще на 40%. Так, ладно, давайте поменьше сделаю. Ой, 20 тысяч. Допустим, 15 тысяч рублей. Вот, у меня теперь 40% скидка. Ну и так дальше. То есть, здесь вы настраиваете вот эти вот порядки. Их, в принципе, не ограничено. Можете хоть шагом, не знаю, 500 рублей или 1000 рублей делать. Ну и говорите, на сколько нужно купить, и сколько будет дальше действовать скидка. Это первый вариант. Второй вариант, который я часто встречал в плане накопительных программ, это во многих интернет-магазинах бытовой техники. Особенно, когда речь идет про крупные такие гипермаркеты, нацелены больше на оптовых покупателей, на всякие там салоны, на компании, которые там занимаются интеграциями различными и так далее. Там у них вот часто бывает такая система. Грубо говоря, ты должен за один год, или там за такой период, ну, допустим, там просто берете за период там с 1 января по 31 декабря, либо там за последний один год. Ты должен накупить там на сумму 100 тысяч рублей, и тогда у тебя будет там 3-х процентная скидка. Купишь там на 200 тысяч рублей, у тебя будет 5-ти процентная скидка. Вот, и, соответственно, скидка у тебя действует тоже. Время с момента получения только 1 год. И суть в том, что ты должен вот этот следующий год, который у тебя будет действовать, эта скидка, опять накупить на вот эту сумму. То есть, если ты на эту сумму не накупишь, то через год у тебя, соответственно, скидка пропадает. И тебе нужен будет еще 1 год, ну, там не 1 год, можно хоть за раз купить, но тебе нужно будет еще раз набрать вот эту сумму, и тогда только у тебя начнется действие вот твоей скидки. Такая же система, как видите, тоже возможна. То есть, вы можете, но это больше, опять же, нацелено не на розницу, а скорее на работу с партнерами, с дистрибьюторами. Когда нужно в течение года купить какую-то определенную сумму, и следующий год у тебя будет по другой уже цене, по другой скидке. Тебе, грубо говоря, переводят уже в другой статус, статус оптовых клиентов, и у тебя уже идет другой расчет по накопительной программе. То есть, это возможно. Также настраивается достаточно легко в рамках товарного маркетинга. По скидкам, я думаю, все. Если есть вопросы, задавайте. Мы сейчас перейдем на следующую тему. Это покупки на Яндекс.Маркете и интеграция с Яндекс.Директом. Есть такой сервис, замечательный Яндекс.Маркет, на котором вы можете размещать ваши товары. Причем, уже года два, мне кажется, там можно размещать практически любые товары, которые вы продаете. Это не только бытовая техника, как было ранее. Это может быть и, не знаю, одежда, чуть ли не знаю, гречку можно, по-моему, тоже продавать уже. Выгружать практически все, что можно. Все это можно выгрузить на Яндекс.Маркет. Соответственно, у вас в интернет-магазине была и есть возможность выгрузить это все в формате Яндекс.Мл и разместить это там. Там у них есть определенные условия под это дело. Там тоже это платно. Там плата, по-моему, за клики, то ли за просмотры. По-моему, за клики, за переходы на ваш сайт по вашим объявлениям и так далее. И еще у них, чуть больше года назад, появилась другая возможность. Это возможность клиенту найти на Яндекс.Маркете определенный товар и, собственно говоря, на этом же Яндекс.Маркете его и купить. Ну, давайте какой-нибудь просто пример, как это выглядит, если вдруг кто-то не знает, кто-то не заходил. Берем какой-нибудь айфон и вот там есть описание, да, его можете посмотреть, почитать и можете перейти непосредственно в магазин, то есть вас перекинет на страницу, в данном случае, МВидео. Или же купить непосредственно здесь, на Яндекс.Маркете. Для некоторых видов товаров это, ну, бывает выгодно, потому что, ну, во-первых, клиент все-таки, если там речь идет про какой-то малоизвестный интернет-магазин, не уровня МВидео, то клиент, конечно же, будет больше доверять оплате через Яндекс.Маркет, нежели переходить на какой-то другой сайт, вовремя, когда там цена, ну, скажем так, одинаковая. Вот, я могу здесь оформить заказ непосредственно на сайте Яндекс.Маркета, заполнить все свои необходимые данные, все свои реквизиты, выбрать нужный мне способ доставки, самовывоз или доставка курьером, в зависимости от того, где как есть. Можно оплатить наличными при получении либо банковской карточкой при получении. Еще, возможно, ну, там тоже есть такой вариант, когда оплачиваю Яндекс.Маркет непосредственно здесь или там карточкой прямо на самом Яндекс.Маркете, если вы такое предоставляете. Собственно говоря, как это все работает, как это все можно настроить. Есть отдельный раздел, он называется «Покупка на маркете». Вы заключаете с Яндекс.Маркетом соответствующий договор, они вам присылают идентификатор. Здесь указано, где его можно будет посмотреть и как он выбирается из номера договора. Токен. Собственно говоря, это тоже все на сайте Яндекс.Маркет в личном кабинете магазина. Эта вся информация будет там представлена. Ну и дальше, собственно говоря, вы настраиваете, какие способы оплаты есть в вашем магазине, если вариант, как у связного был, забрать, оплатить карточкой наличными при получении. И есть ли возможность предоплаты через Яндекс. Если есть, то выбираете, например, Яндекс.Деньги. Клиент оплачивает на сайте маркета, вам денежка поступает, вам присылает Яндекс соответствующий через API, грубо говоря, когда оплата произведена, у вас создается этот заказ и меняется статус на оплачен. Ну и, соответственно, вы уже берете товары и доставляете вашему клиенту. В этом случае Яндекс.Маркет берет комиссию определенную, которая зависит от, собственно говоря, суммы заказа. Если не ошибаюсь, там порядка трех процентов от каждого заказа. То есть вы платите не за клики, не за просмотры, переходы или еще что-то, а именно за совершенный заказ, то есть за приведенного настоящего уже, собственно говоря, клиента. Тема там в Яндекс.Маркете достаточно активно развивается, поэтому посмотрите, если товар ваш там будет конкурентен, в принципе, неплохой вариант. Они там, на самом деле, там у них есть определенная процедура, там сначала они вам просто предложат покрутиться, там за клики поплатить, потом можно будет перейти вот и на эту схему. Ну, здесь удобно то, что если магазин на Битриксе, то это сквозная такая вот интеграция, если ничего допиливать, там ничего не нужно, просто указываете вот все необходимые реквизиты, здесь делаете настройки мышкой, нажимаете сохранить, ну и, соответственно, нигде ошибок не допустили, в всяких там токенах, паролях, вот, то у вас автоматом все подключается и работаете непосредственно через маркет, продаете. Так вот, Леонид спрашивает по прошедшей теме по поводу, как сделать так, чтобы скидки не суммировались. Там на первой страничке у всех скидок есть галочка прекратить дальнейшее применение скидки. То есть вы на какой-то скидке, которая должна быть главной, и, допустим, после нее вы не хотите, чтобы какие-то скидки применялись, нужно поставить эту галочку, тогда следующие не будут включаться. Так, Валерий, по поводу ссылки на конкретное СКУ в Яндекс.Маркете, да, сейчас файл отправлен, там скидка идет на товар, но, насколько я знаю, тоже до конца года будет обновление по новой версии выгрузки Яндекс.Мл. Будут ли действовать сценарии скидок при покупке через Яндекс? Ну, тут зависит от того, какой именно сценарий. Если просто вы сделали скидку на товары, как по первому варианту, то должна там скидка применяться, а скидки, соответственно, через накопительную программу или по работе с корзиной, они, соответственно, будут применяться только когда человек пришел в корзину на ваш сайт. На Яндекс.Маркете они так вот никаким образом не сработают. То есть на Яндекс.Маркете там нет каких-то своих скидок, поэтому там не с чем, скажем так, интегрироваться. Вот. И последняя тема это Директ. Это еще один вариант, который самый популярный по рекламе ваших товаров на сторонних площадках и поисковых системах. У нас сейчас есть интеграция с Директом, с Google AdWords будет чуть попозже. Тоже сквозная авторизация. Писали ее непосредственно с участием сотрудников наших партнеров из Яндекса. Интеграция позволяет вам подключить сюда вашу рекламную компанию и управлять ее непосредственно из админки вашего интернет-магазина. То есть не бегать каждый раз на Яндекс.Директ. Создаете рекламную компанию. Вы можете либо здесь ее создать, она автоматически продублируется на Яндекс.Директе, либо если у вас уже есть в Директе какие-то активные работающие подтвержденные рекламные компании, вы можете выгрузить их из Директа наоборот сюда на сайт. Я не помню, у меня вроде в тестовом что-то было. Сейчас попробую. Да, вот у меня какая-то была уже в августе. Заводила рекламную компанию. Соответственно, здесь заводите и можете настраивать рекламную компанию, денежку, соответственно, Яндексу платите. Мы, как Битрикс, не являемся рекламным агентом, мы никакую комиссию не берем, ничего, и деньги также не принимаем от вас за эти все показы. Все это оплачиваете непосредственно в Яндекс. Мы лишь сделали удобный инструмент для создания объявлений. Можно добавить объявление отсюда из админки, написать заголовок, тут же система показывает, как это будет выглядеть, сам текст. Это, соответственно, берется адрес вашего сайта с его названием, это в настройках добавляется, ну и указываете ссылку. Здесь все атрибуты автоматом прописываются. Это первый вариант. Второй вариант, более, мне кажется, интересный, это когда вы непосредственно из карточки товара, когда вы идете «Изменить», настраиваете во вкладке «Реклама». Выбираем рекламную кампанию, объявлений по ней еще нету и говорим «Создать новое объявление». Тут уже автоматом привязывается объявление к карточке товара, то есть клиент переходит непосредственно на нее, ну и также все дополнительные атрибуты. Пишите товар, связанный объект, геотаргетинг настраиваете, работаете только по России и по какому-то определенному региону, в Белгороде, допустим, ограничиваете директ только Белгород. Дальше идет набор, подбор слов, прогноз бюджета и так далее. То есть вы можете также добавлять различные минус-слова именно к этому товару. Ну то есть так что у нас там было нижнее белье и вот смотрите там белье, поисковая статистика. Видите, что там частота 13 тысяч запросов. Ну лучше там, наверное, как-то ограничить. Там постельное белье, чтобы не путались, потому что тут тоже достаточно большое. Идете, допустим, нижнее белье указываете. Ну и дальше смотрите просто по всей статистике, ставите стоп-слова, по которым этого не будет показываться. Настраивайте приоритеты, ну и соответственно отправляйте это объявление на модерацию. Вот, видите, по кликам, по стоимости. Ну то есть система опять же таки берет данные из Яндекса, туда же отправляет на модерацию. Если все хорошо, то у вас реклама стартует. Тут все это видите и запускаете. Ну еще там суть в том, что если, к примеру, товар у вас заканчивается на складе, то есть его там нету, вы автоматом, грубо говоря, стопите эту рекламную кампанию, ну то есть чтобы деньги там впустую не сжигать. Ну и здесь очень, конечно, сильно экономится время на вот этих привязках, там этих ссылках и так далее, но подобное, все это автоматом производится и ну остается только вот работать с рекламными объявлениями, с бюджетом, ну и с как оно называется стратегией. то есть что у вас там недельные, клики, средница на клик и так далее. Это все так же здесь настраивается. Ну и потом, конечно же, когда у вас будет уже статистика, когда будет промодерировано объявление, да, и пойдут уже какие-то показы, вы здесь увидите статистику, сколько было переходов, кликов, показов, сколько денег на это дело все потратили. Ну и в дальнейшем еще вот эта информация также будет заведена в расчеты там конверсии вашего интернет-магазина, также сможете проверить, например, там видите, ну система видит, что вы там потратили, допустим, за этот месяц там 10 тысяч рублей, да, заработали там в интернет-магазине 30 тысяч рублей. Система автоматом рассчитает конверсию, все затраты, количество переходов, просмотров, ну и вы сможете также просчитать, сколько вам нужно там еще денег положить на директ, какие там, может быть, рекламные кампании поменять, чтобы зарабатывать еще больше, тратить меньше и так далее. это все непосредственно вот здесь можно будет провести. По поводу директа. Так, Артур, не очень понял ваш вопрос, что именно не выгружает, то есть к чему был вопрос про Яндекс.Маркет, директ или там про скидки. Артур, я тут просто, да, ошибку, я вижу ошибку про превышен допустимый размер массива, но я, к сожалению, не очень понимаю, к чему она относится, в каком она модуле именно возникла. Напишите обязательно в техподдержку вопросы такие вот, если что-то где-то там не получается, что-то не работает, по той или иной причине техподдержки это все помогают сделать, настроить, подсказывать, что могут быть проблемы. Может быть, в настройке на хостинге что-то требуется для такой интеграции. Очень часто там бывают какие-то действия, которые необходимо сделать, чтобы та или иная вещь заработала. Это касается все, что касается директа. в целом, думаю, основное вам рассказал. Здесь у меня эти же слайды, в том числе по поводу директа. Это инструменты, нацелены на маркетинг, на рекламу, как товары внутри вашего сайта, уже тем покупателям, которые на него зашли, ну и также те инструменты, которые позволят вашему интернету привлекать на ваш сайт из внешних источников. Посмотрите, обратите внимание на различия в зависимости от редакции. Скидки, про которые я вам говорил, в частности, именно программа Айянс, то есть третий вариант, когда вы можете там, разный вариант, покупай, грубо говоря, больше, да и плати меньше, она доступна только, возможно, доступна только в редакции бизнеса. До этого скидки, которые были, скидка на товар или скидка на работу корзины, есть также и в редакции малый бизнес. Ну и то есть они отличаются между собой, но и с учетом того, что я сегодня вам рассказывал, это в принципе будет единственное отличие. Интеграция с Директом, интеграция с Яндекс.Маркетом, она есть и там, и там, и в редакции малый бизнес, и в редакции бизнес. Ну и тем, кто еще не знаком с лицензионной политикой, хотя, я думаю, таких не осталось, с учетом того, что это уже третий вебинар, ну на все случаи повторю, для интернет-магазинов есть две редакции, малый бизнес и бизнес. Соответственно, различаются они в том числе возможностями именно по самому интернет-магазину, ну и плюс есть там дополнительные модули. Всегда можно начать с младшей редакции, с редакции малый бизнес, и потом, допустим, по мере роста вашего интернет-магазина, по мере роста потребностей, редакцию, доплатив просто разницу между ними. Вот, в стоимость входит, ну это лицензия, входит возможность создания двух сайтов, по времени работы этих сайтов они никак не ограничены, работают до тех пор, пока вы этим интернет-магазином занимаетесь. В течение первого года обновление и доступ к технической поддержке на коммерческом уровне бесплатно. Через год доступ к обновлениям закрывается, но сайт не перестает работать. Если необходимо, можно купить еще на один год доступ ко всем обновлениям, то есть это новые возможности, новые модули. В течение первого месяца стоит всего 22% от стоимости редакции. То есть, грубо говоря, для малого бизнеса это будет порядка 6-7 тысяч рублей, и еще на один год получите доступ ко всем обновлениям. У нас огромное количество партнеров, ну и в целом вы можете самостоятельно также разрабатывать сайты. Тот вариант, который я сегодня вам показывал, это типовой интернет-магазин, доступный из коробки. Ну а в целом партнеров там больше 10 тысяч, и один из них это как раз Александр Зайцев, которому я бы хотел уже передать микрофон. Так, сейчас вот Татьяна еще спрашивает последний вопрос. Как будет считаться, окупилась рекламная компания или нет? Для этого где-то в системе надо заводить себестоимость товара. Да, в карточке товара, вообще в интернет-магазине есть отдельное поле как раз стоимость закупки, себестоимость. Если вы все это дело ведете, причем у вас может быть несколько поставщиков, да, и у каждого поставщика может быть своя закупочная стоимость, она может отличаться, и вам там система даже, ну это правда в редакции уже бизнес, система в отчетах будет даже говорить какой там поставщик в этом году, в этом месяце, к примеру, выгоднее оказался, какой там менее выгодный, ну то есть там можно прям аналитику проводить по окупаемости, по конверсиям, по затратам, по себестоимости в рамках отчетов в интернет-магазине. Ну если, соответственно, вы это ведете, вот эту колонку по себестоимости. Если не ведете, то система, да, ниоткуда это не узнает. Так. Александр. Подключайте микрофон. Да, слышно. И жду экрана. Видно экран? Так. Да. Все, можно начинать. Так, здравствуйте. Перед выступлением Александра выступит другой Александр, это я. Я занимаюсь разработкой компании Крайт. Наша тема, как написано на слайде, интернет-магазина бытовой техники и электроники, как выделиться из толпы. Это не значит, что ваш сайт должен быть с летающими баннерами или поющими фонтанами. Эта тема значит, что ваш сайт должен максимально качественно решить задачи клиентов. На первый взгляд, тематика электронного магазина, ну, электроники бытовой техники, ничем не отличается от стандартного магазина. В принципе, вы можете взять стандартный магазин от Bittrex, одежды, переделать его под электронику, но на выходе вы получите самый типовой магазин, который не имеет никаких особенностей и не решает в полной мере задачи клиента. Какие же главные задачи мы должны решить при создании магазина электроники бытовой техники? Это правильно расставить акценты, то есть выделить нам нужные элементы на сайте. Это цена. Цена – это одно из самых важных элементов. Должны быть доступны кнопки «Купить», «Оформить», «Связаться». Обязательно в электронной технике должен быть функционал сравнения, потому что клиент по функционалу сравнения, вернее, с помощью него выбирает нужные ему товары. Фильтрация без нее никак, сортировка обязательно. Ну и возможность изменения представления для удобства сравнения также в категориях товара, это плитки переключать или таблицы. Конечно, здесь я не сделал никаких глобальных открытий, потому что это вроде бы все стандартное, но при разработке погони за дешевизной этим функционалом часто пренебрегает, хотя он один из самых важных в теме электроники. Навигация. Вроде бы банальная вещь, которую уже перетирали неоднократно, но когда у вас в магазине большое количество товаров, которые между собой абсолютно различаются, там, фотоаппараты и плееры, то клиент, зайдя на сайт, он должен попасть в нужный ему раздел, то есть он не должен подумать, что вы продаете только утюги или только фотоаппараты, он должен найти нужный ему раздел, если у вас есть ноутбуки, то все эти разделы должны быть на видном месте, нажав на нужный раздел, клиент должен понимать, где он находится, куда он может перейти, как у нас видно на слайде, в подразделе обязательно есть превью товаров, чтобы клиент понимал, что конкретно находится в этом разделе, какие виды товаров, то есть также еще товары сгруппированы по разделам и по брендам, это дальше будет видно, также функционал представления плитки или таблицей, в электронике это обязательно должен быть функционал, клиент сам выбирает, как ему легче смотреть товары, потому что в разных видах отображение информации она отображается по-разному, то есть в плитке мы можем вывести самую важную информацию это название цена рейтинг, при наведении на этот товар отображается там уже кнопка купить или сравнить, в таблице информации чуть-чуть больше, но мы ее уже сюда не можем никакую больше добавить, но в таком виде ее допустим проще сравнивать по цене, то есть мы зашли там в какой-то определенный раздел типа Apple, и мы сразу можем видеть характеристики этого товара основные, которые будут здесь отображаться и также цена и клиент сразу же понимает, что его интересует и выбирает нужный ему товар. Сортировка куда же без нее? Сортировка тоже один из самых главных элементов на сайте, потому что клиент будет выбирать группировать товары и сортировать по цене, по рейтингу, по количеству отзывов, чтобы определить качество товара, нравится он ему или не нравится, сколько было продаж, есть ли там позитивные отзывы. Фильтрация. Фильтрация товара в принципе ничем не отличается от стандартной битриксовской, потому что фильтр в битриксе сделан качественно, продуман и позволяет находить товары по любым количествам характеристик и в любом количестве групп. Мы в принципе его также внедрили в наше решение. Теперь немного об акцентах на товаре. В списке товара при наведении на него мы должны показать всю самую главную информацию о товаре. То есть изображение, есть ли скидка, скидка должна быть яркой и акцентирована на ней внимание, цена, если есть какие-то предложения возможность переключения между этими предложениями. Также купить и добавить в корзину. В принципе это стандартный функционал. Самое главное в интернет-магазине электроники богатовой техники это карточка товара. Потому что она самая сложная. Потому что нам приходится в карточке товара на одной странице уместить очень большое количество информации. Там мы должны сгруппировать информацию так, чтобы клиент мог увидеть описание. И если были отзывы сколько и на какую тему. Если характеристики есть. В битриксе по умолчанию нет возможности группировать характеристики. В нашем решении мы это сделали для того, чтобы было удобно отображать информацию о характеристиках товаров. Потому что товаров в технике очень много разных свойств которые нужно очень правильно сгруппировать и подать чтобы клиент не запутался. Если вы просто сплошным текстом все предоставите будет не написано размер объектив флешка то это неудобно понимать. А так вы зашли и сразу если вы разбираетесь и у вас есть какой-то приоритет в параметрах вы просто ориентируетесь на какой-то навес или допустим на графический ускоритель и сразу же ищите этот текст и в нем выбираете нужные параметры. Также в карточке товара нам необходимо сделать функционал дополнительных товаров или аксессуар к этому товару потому что это маркетинговый так сказать код который позволяет клиента дольше задержать на сайте или предложить еще какие-то товары к тому на который уже зашел. Немного расскажу о сравнении. Сравнение товаров реализовано очень похоже как на DNS то есть клиент может положить любой товар в сравнение они группируются по разделам и клиент нажав на сравнить он сравнивает товары определенного раздела чтобы не было переплетений то есть чтобы не было возможности сравнивать телефоны с фотоаппаратом. В принципе это была краткая информация о нашем решении электроники бытовой техники которая сейчас доступна на e-market абсолютно бесплатно вы можете его скачать попробовать установить весь функционал не ограничен нет никаких ограничений все что я рассказал есть в свободном доступе вы можете устанавливать и пользоваться на свое усмотрение добрый день это Александр руководитель студии крайт теперь я с вами пообщаюсь в принципе была наверное небольшая презентация и нашего решения и тех особенностей которые в нем есть и того функционала который мы считаем что нужен в интернет магазинах электроники и тот функционал который действительно поможет вам в продажах со стороны удобства пользователя то есть ему будет удобно ему будет понятно он будет приходить находить нужный товар и в удобном для него представлении понимать для чего он сюда пришел и соответственно его покупать именно поэтому мы решили не сильно пытаться там рассказать какие-то все его плюшки особенности мы его просто сделали в маркетплейсе абсолютно бесплатным и вы можете попробовать запустить его и начать продавать из опыта добавлю что несколько интернет-магазинов и маркет которые мы запустили для своих клиентов успешно работают успешно продают даже с нашего тестового решения которое висит на поддомене и большими буквами написано что это готовое решение и это не интернет-магазин чуть ли не каждый день приходят звонки и говорят продайте нам пожалуйста компьютер чем мы конечно же помочь не можем примерно как-то так но самая важная тема на которую хотелось сделать акцент и рассказать о ней более подробно это маркетинг и об этом расскажу вам я сейчас на секундочку беру панельку какие инструменты рекламы использовать при продвижении магазина очень больная тема с которой как правило все сталкиваются после того как сайт уже создан когда уже сделала студия компания было приобретено готовое решение и первый вопрос как мы будем продавать с помощью каких инструментов мы будем продавать на самом деле чаще всего на такой вопрос мы задаем ответный скажите пожалуйста что все таки мы будем продавать мы понимаем что вы занимаетесь электроникой но масса примеров наших клиентов наших коллег которые продавая кондиционеры не зарабатывают на кондиционерах продавая сантехнику не зарабатывают на сантехнике они предлагают свои дополнительные услуги по установке монтажу обслуживания и тому подобное это основной источник их прибыли причем достаточно хорошие цифры то есть основной момент нужно понять за счет чего и что мы будем продвигать только в этом случае ваша реклама может быть эффективной и может приносить клиентов просто так запустить рекламу в Яндекс.Директ и в боевых системах не знаю в Яндекс.Маркет вылить не всегда будет успешно и не всегда будет оправдывать ту маржу которую вы получаете теперь давайте пройдемся по каждому из инструментов продвижения обсудим их и поймем все-таки в какое направление двигаться чтобы получать реальные продажи SEO-продвижение SEO-продвижение достаточно популярно известное и по-моему кто о нем только не знает и создатель интернет-магазинов промывает по нему мозг очень хорошо если говорить очень грубо но здесь есть свои подводные камни буду рассказывать иногда на примерах определенных товаров взял свою немножко слабаяся Apple Watch которые только недавно вышли вроде бы товар достаточно новый особенно в регионах которые еще приобрести очень сложно но в то же время конкуренция просто невероятная и по нему продвигаться достаточно сложно как бы новый продукт смотрим по нему хотя на рынке есть продукты которые нам уже известны там ни один ни второй ни третий год и при этом по ним конкуренция еще и еще выше что такое SEO-продвижение основной ключевой момент это долго потому что любое продвижение занимает около полугода чтобы постараться выйти на лидирующие позиции здесь можно поспорить все зависит от запросов от региона и тому подобное но реальный объем трафик который принесет вам клиентов можно ожидать спустя минимум полгода также не стоит забывать что конкуренция в электронике просто невероятная чуть дальше мы посмотрим на некоторые цифры и поймем в чем все-таки минус данного способа продвижения второй момент это дорого в связи с тем что это долго в связи с тем что очень большая конкуренция SEO-продвижение выходит достаточно дорого еще учитывая тот фактор о котором я стараюсь всегда говорить это услуги специалистов и тому подобное на самом деле если вы решили заниматься SEO-продвижением зайдите просто в раздел помощь в Яндекс вебмастер там написано вдоль и поперек чему должен соответствовать каким требованиям должен соответствовать ваш сайт то же самое написано в гугле отдайте своей студии своему разработчику не знаю пропишите в ТЗ и тому подобное пускай они вам все это настроят все это сделают и вы сделаете около 70% того что нужно для успешного SEO-продвижения поэтому незнание в этой тематике обходится чаще всего очень дорого те кто услугу оказывают достаточно качественно их услуги стоят еще дороже поэтому примерно как-то так следующий момент примерно то что я опередил контроль то есть вам будет очень сложно контролировать есть очень много нюансов есть очень много вещей о которых сложно человеку который занимается бизнесом и которому нет дела из чего это все состоит это для него должно прийти так мне нужна офисная мебель пожалуйста сделайте мне ее его не волнует из каких в принципе по каким технологиям она будет делаться откуда будет привозиться материал там Германия Россия и тому подобное нет поэтому будет достаточно сложно в этом плане но все-таки отказаться от всего продвижения легко сказать но нам нужно найти способ решения как же все-таки продвигать свой магазин электроники который вы собрались открыть либо который у вас уже есть первое что нужно сделать это провести начальную оптимизацию большинство этой информации есть в интернете найти очень просто повторюсь зайдите просто на официальный сайт Яндекса они все это в достаточно понятном виде расписали второй момент в битрексе очень ну достаточное количество функционала которое позволяет настроить основные важные элементы на сайте то есть там какие страницы будут индексироваться поисковой системе какие будут погружаться какие нет подробная инструкция тоже насколько мне известно есть можно настроить там карту сайта прописать ключевые слова прописать там заголовки страницы и так далее тем более иногда слышим такое возражение возражение там все сложно это надо в каждый товар заходить прописывать заголовки и тому подобное на самом деле в битрексе все это настраивается буквально одной-двумя кнопками вы просто задаете определенные правила как для картинок так и для заголовка так и для названия товаров и тому подобное то есть если немножко поразбираться вы настроите свой сайт под продвижение начальное даже лучше порой многих оптимизаторов по той причине что я считаю вы должны знать свой продукт лучше другого человека который занимается там не знаю продвижением он вам расскажет все о продвижении но вы ему все расскажете об электроне следующий момент это важно использовать в названиях товаров в ключевых словах в тайтлах кому известны такие термины популярное название товара не бойтесь забирать названия у брендовых магазинов таких там как NVIDIA Mediumart DNS и так далее к примеру когда мы запускали свое готовое решение мы просто в нагло забили туда товар с DNS на тот момент DNS очень нравился по своей структуре по своему представлению информации до их ближайшего редизайна и спустя где-то месяц вы можете попробовать вбить некоторые товары с DNS которые есть и у нас в решении и посмотреть то что по некоторым запросам мы по некоторым товарам наш интернет магазин находится даже выше DNS после чего к нам повалило энное количество заявок с вопросами можно ли вас приобрести кто-то просто помнил заказ и ждал его и так далее то есть люди искали по названию товаров если они нашли Apple Watch в NVIDIA это не значит что они побежали в NVIDIA и сегодня что заказали они будут искать где есть дешевле где есть альтернативы где быстрее где есть их любимая расцветка и так далее и тому подобное и соответственно ключевой момент это продвигать запросы именно с названием товара к примеру продвигать запрос купить кондиционеры в Москве или интернет магазин кондиционера в Москве обойдется просто в невероятный бюджет что я не знаю какое количество вам кондиционеров нужно будет продавать если вы не лидер рынка и не способны обрабатывать такое количество запросов такое количество заявок соответственно тратить деньги на этот запрос не очень рекомендую но опять же везде индивидуальные случаи кто-то хочет за один день стать известным брендом тогда да если у вас цель постепенно двигаться вверх только начало бизнеса и попробовать нишу то естественно ни в коем случае этого не делать проще всего продвигайтесь по запросам конкретно с названием товара следующий момент и инструмент это контекстная реклама в электронике и бытовой технике цены достаточно или наверное недостаточно а очень высокие опять же все индивидуально если вы решили двигаться по Москве и Санкт-Петербургу к примеру то нужно быть готовыми что контекстная реклама может быть даже многим оказаться не под силу потому что стоит очень-очень дорого если же вы с регионов то тут все намного проще но опять же придется порой конкурировать с лидерами рынка теми же NVIDIA которые любят рекламировать свои новые товары новинки с какими-то интернет-магазинами которые уже давно в интернет-пространстве которые способны вкладывать достаточные бюджеты в рекламу что стоит сказать о контекстной рекламе по статистике и наверное по практике которая есть реклама распределяется неравномерно между Яндексом и Гуглом большинство почему-то используют большей части Яндекс тем самым Гугл остается более реальным для вашего продвижения и реклама там может стоить дешевле чем в Яндексе за счет того что конкуренция немного ниже поэтому это и следующий совет что старайтесь не забывать про Гугл и использовать не только одну поисковую систему Яндекс то что я сказал достаточно будет дорого опять же еще раз уточню дорого все индивидуально и по сравнению с чем дорого потому что у нас впереди еще несколько способов продвижения которые намного дешевле чем контекстная реклама и третий момент это конкуренция наверное еще выше чем в поисковом продвижении потому что все-таки контекстная реклама это что-то более понятное вы заплатили вы получили клик в результате дальше уже конверсия этим занимаетесь вы самостоятельно то есть все понятно все просто кто-то пытается настроить сам кто-то привлекает компаний и достаточно востребованная услуга опять же из-за рекомендаций рекомендую использовать и настраивать рекламу на конкретные товары если вам нужно продать Apple Watch Sport 38 мм то именно по этому ключевому запросу именно с таким заголовком продвигайте в контекстной рекламе стоить она будет дешевле чем купить Apple Watch однозначно трафик будет более целевой и конверсия все-таки будет намного выше нежели человек который просто вбил запрос купить Apple Watch это еще не значит что он готов на эту покупку если же человек вбивает купить Apple Watch 38 мм как минимум мы знаем что он уже немножко подготовлен к нашему товару и может быть с большей вероятностью готов к его приобретению дальше Яндекс.Маркет в недавнем или давнем семинаре который касался интернет-магазина детских товаров в котором мы выступали там было все проще то есть конкуренция по определенным игрушкам даже популярным составляла 4-5 магазинов интернет-магазинами была полная беда что касается электроники бытовой техники то по опять же излюбленным часам от нашего любимого Apple было найдено 388 цен 388 магазинов которые предлагают купить данный товар и было найдено огромное количество офлайн-магазинов где их также можно было приобрести конкуренция просто невероятно за все все равно платить нужно хоть и дешевле но тут мы уже если в контекстной рекламе мы конкурируем условно говоря с тремя магазинами плюс еще те которые выдаются в поисковой системе то в Яндекс.Маркете нам придется поконкурировать с учетом их сортировок фильтров карт доставок и прочих рейтингов отзывов свойств примерно с 300 магазинами что достаточно сложно что важно перед тем как выходить на Яндекс.Маркет в принципе чтобы пройти процедуру регистрации Яндекс.Маркета и пройти службу безопасности проверку магазина они вам все это расскажут еще неоднократно вас могут не пропустить хоть интеграция с Битексом сейчас очень простая но основной упор идет именно на модерацию на самом Яндекс.Маркете основной ключевой момент это товар должен быть в наличии в магазине и на складе конкуренция настолько высокая что человек не готов ждать 2-3 недели прежде чем вы доставите ему товар соответственно чем срок доставки будет меньше если вы пробегаетесь по региону например Ростов-на-Дону то желательно чтобы в Яндекс.Маркете было написано что ваш товар есть на складе выставлен на Дону вы его можете забрать либо мы вам привезем его через 1-2 дня это пользователи устроят если вы напишите через 2-3 недели можете сами зайти посмотреть сколько аналогичных предложений которые будут порой выигрывать и в цене следующий момент это цена порой на Яндекс.Маркете приходится встречать демпинг хоть с ними борются но как я и сказал многие зарабатывают не на именно товарах а на дополнительных услугах это опять же касается тематики такие как кондиционеры тематики установки стиральных машинок не знаю компьютером ноутбуком установка каких-то программ лицензионных или не лицензионных это уже дополнительный вопрос и так далее и так далее и так далее за счет этого есть возможность установить конкурентоспособную цену если же ну и дополнительными услугами пользователю пользователю их предлагать и на них зарабатывать если же вы решили заняться перепродажей товаров и у вас наценка просто невероятный когда в магазине стоит 32 900 а он у вас будет стоить 35 я глубоко сомневаюсь что у вас кто-то их приобретет в интернете когда выбор просто невероятный поэтому есть на Янгс Маркет с целью перепродавать нет все-таки там нужно работать ценой причем работать ценой не при создании магазина а постоянно для этого желательно либо иметь 1С либо следить за всеми товарами вручную либо мой склад вариантов интеграции очень-очень много следующий момент это сервис продаж больная тема в интернет магазинах даже в принципе в офлайне когда вам звонят но либо вы не берете трубку либо ваш менеджер не в компетенции ответить на данный вопрос либо вы забыли обновить цену вы говорите то что цена другая ой мы забыли обновить на складе товар ой мы не знаем как вам доставить и так далее человек приходит за покупкой он находит товар он звонит вам и куда еще дальше уже осталось просто взять хорошего специалиста который способен ему продать но для этого специалисту нужно еще владеть всей информацией и принимать какие-то решения здесь наверное немножко еще больше в сторону маркетинга и темы которую мы стараемся внедрять своим клиентам порой она достаточно хорошо работает это связанные не связанные руки менеджера по продаже когда мы работаем по скриптам это все хорошо скрипты работают иногда мы продаем но иногда бывают случаи когда нужно принять решение клиент уже почти готов купить но вот если вы ему сейчас предложите какой-то дополнительный бонус вы ему предложите какую-то скидку какое-то дополнительное условие и тому подобное он согласится купить прямо сейчас в данную секунду к большому сожалению во многих магазинах нету такой возможности зона ответственности зона принятия решений у менеджера очень маленькая поэтому расширьте ее пропишите все возможные условия и как может варьировать разговор менеджер и поработайте очень важно над конверсией потому что трафик с яндекс маркета если будут эти звонки идет достаточно качественный и в принципе обработать до продажи труда сильного не составляет ну при правильном подходе что делать с яндекс маркетом это если вы под одно из условий которое между прочим говорил подходите то обязательно стать участником ничего сложного в интеграции опять же если вы используете битрикс нету интегрируйтесь пробуйте но смотрите второй важный момент это следить за репутацией на яндекс маркете очень хорошо развита система отзывов и модерация вам может позвонить как сам яндекс и сказать здравствуйте можно у вас приобрести товар вы ему скажете у нас сегодня в наличии а вы выгрузили на яндекс маркет информацию что он у вас есть в наличии с яндекс маркета вы мило можете вылететь потом вернетесь только в первый второй третий раз потом вас могут оттуда выкинуть надолго также не думайте о том что очень легко сейчас мы запустимся а сейчас мы попробуем нам не важны отзывы а потом если что мы создадим второй интернет магазин и уже он будет у нас яндекс маркете блистать имеет все пятерки и у нас там будут покупать неоднократно пытались с клиентами создать второй интернет магазин не с этой целью а просто создать второй магазин чтобы увеличить объем продаж практически ни разу нам не удалось зарегистрировать второй интернет магазин от одного и того же клиента очень много алгоритмов очень много условий и сделать это достаточно проблематично поэтому если вы пошли на яндекс маркет то следите за своей репутацией восстанавливать ее будет очень сложно одна оценка один либо два это значит что нужно теперь получить еще около 10-25 примерно как-то так следующий момент излюбленная тема SMM социальные сети на рынке сейчас очень разделенное мнение по поводу этого потому что на самом деле очень мало SMM агентств которые предоставляют качественные услуги а специалистов которые занимаются этим в одиночку то бишь фрилансеры все меньше меньше и меньше именно по качеству услуг с чем это связано с тем что большинство считает что накрутить лайки ботов и тому подобное это все прекрасно у нас начнутся продажи и так далее на самом деле это не работает на это вы тратите бюджеты в результате чего вы разочаровываетесь в социальных сетях и из них уходите с текущими сервисами с текущими возможностями которые там сейчас есть не продавать в социальных сетях это уже грешное дело тем более когда контакт запустил такой сервис как товары в принципе пока еще нет возможности выгрузить свои товары из 1С в контакт но я думаю все это будет в ближайшем будущем подумаем над этим вопросом а на текущий момент вы можете как залить туда свои товары какие-то новинки основные бренды так и попробовать как-то это синхронизировать сайтом и использовать социальные сети в первую или вторую очередь как брендирование то есть продавать товары рассказывать о своих акциях проводить какие-то мероприятия конкурсы расшаривания и тому подобное то есть в принципе от социальных сетей отказываться не стоит в плане именно представления себя как бренда но второй важный момент это таргет целевую аудиторию в социальных сетях давайте так скажем целевую аудиторию вконтакте сейчас искать очень-очень просто мы можем найти людей тех кто активно себя ведут к примеру возьмем Apple Watch кому нам продавать Apple Watch естественно первая аудитория это владельцы айфонов айфонов каких пятых шестых аудитория соответственно это люди которые будут состоять в официальных группах официальных любителей поклонников Apple мы можем очень легко собрать базу всех этих групп собрать базу пользователей собрать базу людей которые там общаются собрать базу людей которые там совершают какие-то репосты комментарии и на эту достаточно узкую аудиторию пускать рекламу стоимость клика в среднем составляет 5 рублей я завысил чтобы перестраховаться как правило цену клика можно доводить по некоторым тематикам в том числе и по электронике до 2 рублей что такое 2 рубля за клик в принципе не думаю что такие показатели вы получите в контекстной рекламе если очень-очень сильно постараться и то навряд ли тем более аудитория достаточно понятная для нас мы сможем отследить статистику по полу по возрасту мы можем предлагать конкретный товар мы можем предлагать рекламу тем людям которые уже были у нас на сайте мы можем предлагать рекламу группам конкурентов тем людям которые только что туда вступили если вы замечали то заходя в социальные сети после того как вы поискали какой-то продукт вас просто последует он в левой колонке с рекламными предложениями все это работает и это единственный ключевой момент и я думаю меня поддерживает самым агентство единственный способ продвижения который позволит привести в социальных сетях клиентов поэтому крайне рекомендую попробовать его посмотреть как это работает и даже при минимальных бюджетах вы получите достаточный результат из еще моментов которые мы говорим о рекламе стоит знать о социальных сетях что результат измеряется не в количестве вступивших групп даже не в стоимости в количестве кликов не в количестве того сколько вы там денег потратили трафика получили основной ключевой момент это стоимость лида звонка с социальных сетей рассчитав этот показатель вы поймете сможете вы оправдовать рекламу или нет на опыте продвигалась из достаточно сложных тематик это очистители воздуха так называемые рекуператоры и за 3000 рублей условно говоря было приведено первые 3 недели было совершено 3 или 4 заказа соответственно если так посчитать поделить переумножить то мы получим что стоимость одного лида покупателя составила около 1000 рублей с учетом того что данный рекуператор стоит 32 тысячи рублей в принципе и зная маржу о которой не буду говорить то реклама работает достаточно эффективно и так в принципе по каждой тематике и еще один очень важный способ продвижения именно электроники бытовой техники когда просто невероятная конкуренция это естественно размещение информации о вашем сайте о вашем магазине на официальных сайтах дилеров на официальном сайте производителя бренда как правило если вы зайдете на сайты Panasonic Samsung того же Apple вы сможете найти такую кнопочку где можно купить нашу продукцию если вы работаете официально с производителями таких клиентов достаточно много если вы не являетесь тем человеком кто перепродает эту продукцию и поставки осуществляет непонятно откуда с Китая и тому подобное то разместив на официальном сайте ссылку на свой сайт вы получите очень хороший трафик и скажу по практике некоторые клиенты не вкладывают ни рубля в рекламу они вкладывают только в сайт имея ссылку только на официальном сайте производителя дилера в результате чего у них совершаются звонки продажи и в принципе на вопрос так что будем продвигать они говорят нет у нас все хорошо мы больше объем трафика выдержать пока не сможем примерно как-то это так работает таким образом если обобщить все вышесказанное то если вы имеете уже свой магазин офлайн либо у вас есть давно интернет-магазин с продажами можете смело использовать в принципе от своего маркетингового плана от своих возможностей все рекламные инструменты все они по-своему работают если же вы только выходите на рынок и хотите малыми жертвами обойтись и начать зарабатывать то я бы здесь порекомендовал все-таки постараться на официальных сайтах брендов разместиться постараться разместиться в яндекс маркете потому что размещение бесплатное стоимость клика по-моему в районе 3 рублей что-то такое но опять же в зависимости или не в зависимости от тематики от региона и так далее попробовать немножко себя в контекстной рекламе умоляю не на всю Россию а на тот регион где вы работаете и попробовать социальные сети SEO-продвижение для начальных магазинов рекомендую оставить на будущее когда уже мы с вами начнем продавать и развивать интернет-торговлю в России пока конкуренция все-таки по качеству сайтов и хороших магазинов достаточно такая слабая так секундочку по решениям попозже давайте пройдемся по вопросам вопросов у нас немного как будет считаться купилась рекламная компания или нет для этого системы надо заводить это предыдущий вопрос по моему к нам вопросов нет если есть пишите опять же заканчивая выступление рекомендую попробовать если у вас еще нет интернет-магазина наше готовое решение попробовать попродавать в принципе там все настроено примеры товаров есть постарались это заполнить это вы можете сделать на официальном сайте маркетплейса без труда вы найдете это решение я думаю в кейс по нему у нас портфолио на сайте найдете ну либо звоните по телефону мы вам все расскажем потом вы на битекс его просто одной кнопочкой установите вот примерно как-то так все секундочку я переключу Александр спасибо давайте сейчас подождем вопросы Александр спрашивает по поводу интеграции битрикса контекстной рекламы есть ли такие решения но если речь сейчас про директ то есть так коллеги если есть вопросы к Александру задавайте пожалуйста их я думаю они все наберут на 8800 позвонят будут как правило это так бывает ну скорее всего да ну вот последний вопрос не знаю как на него ответить с точки зрения SEO лучше перевод или транскрипция в принципе не имеет никакого значения то есть поисковая система ну это может где-то является каком-то важным фактором но из 800 штук которые есть где-то там на 639 месте в принципе без разницы поисковая система уже умнее порой чем мы ну и вряд ли она будет переводить сама проверять на ошибки ну у битрикса есть такая классная вещь как символьный код там замочек ставить и он сам транслирует в нормальный URL то есть проблем нет назовите товар правильно и такой же будет его перевод все в автоматическом режиме я думаю битрикс тоже сидел не делал свой функционал просто так лишь бы сделать то есть тоже все продумывали маркетин сильный поэтому думаю что надо положиться на битрикс ну еще вот вообще вопрос вот как раз по поводу решения готового готовые решения одного направления будут выглядеть одинаково одинаково у всех купивших эти сайты ну это готовое решение на то оно и готовое да они будут выглядеть все одинаково есть еще одно решение окей шоп у нас оно имеет там цветовые схемы под разные товары немножко адаптировано мы подумаем настроение сегодня будет может сделаем его тоже бесплатно так что ну все индивидуально готовые решения они ориентированы на быстрый старт на посмотреть как работает рынок скажем вот так как работает реклама и тому подобное если вы хотите сделать собственный интернет магазин который будет продумываться под вас под ваши товары вот их количество и тому подобное ну и под ваши цвета брендбук не знаю и так далее и так далее все-таки это индивидуальная разработка на текущий момент в том виде в котором есть у нас marketplace то есть примерно как-то так поэтому e-market да будет именно в таких цветовых решениях выбирали их ну как бы достаточно приятные спокойные простые то есть акцент сделан на товаре а не на каких-то там цветах яркости там не знаю в электронике использовать современные стопроцентные там экраны на весь экран все будет растягиваться ну пока не видим смысла если вопрос цвета то я думаю что может быть сегодня-завтра обновим второе решение и вы им попользуйтесь посмотрите то есть основная задача это начать продавать а потом мы вам сделаем хороший сайт именно под вас как вы хотите спасибо Александр спасибо всем слушателям ну я думаю до скорых новых встреч на последующих вебинарах всем спасибо 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 Продолжение следует...